Как заполнять отчет о профессиональной деятельности для периодической аккредитации в 2021 году? Этот отчет нужен при формировании портфолио. Разберем пример, на который вы можете опираться при заполнении своего отчета. Сотрудник заполняет отчет самостоятельно, а подписывает в отделе кадров. Он состоит из титульного листа и таблицы с характеристикой вашей деятельности. Титульный лист выглядит следующим образом. В качестве примера мы взяли специалиста, занимающего должность врача-стоматолога в Санкт-Петербурге. Титульный лист необходимо заверить у работодателя. Подписи может не быть в двух случаях. Если у вас нет работодателя или есть мотивированный отказ от него в свободной форме с указанием причины. Как заполнять таблицу с характеристикой вашей деятельности с момента получения предыдущего сертификата? Разберем каждый пункт в отдельности. Сведения об организации, в которой аккредитуемая осуществляет профессиональную деятельность. Краткая характеристика организации, отражающая основные направления ее деятельности, ее структуры. Данные сведения вы можете взять на официальном сайте организации. Пример. Государственные бюджетные учреждения оказывают стоматологическую помощь по территориальной программе госгарантий в рамках обязательного медицинского страхования. А также платные медицинские услуги по желанию граждан сверхтерриториальной программы ОМС. Структурные подразделения. Терапевтическое, хирургическое, ортопедическое, кабинет рентгенодиагностики и отделение платных услуг. Распределение пациентов по стоматологическому профилю осуществляется через кабинет первичного осмотра. Организация работы стоматологического учреждения обеспечивает комфортное и безопасное лечение с соблюдением самых высоких современных стандартов. Наименование структурного подразделения, в котором аккредитуемая осуществляет профессиональную деятельность. Основные задачи и функции указанного структурного подразделения. Пример. Хирургическое отделение. Деятельность отделения направлена на профилактику и лечение зубов. Заболевание ткани парадонта и слизистой оболочки полости рта. Использование антисептиков с доказанной гипоаллергенностью. Эстетические реставрации материалами последнего поколения с использованием стекловолоконных штифтов. Лечение осложненных форм кариеса с использованием новейших эндодентических технологий. Изготовление ретейнеров. Все виды амбулаторных операций. Зубозахраняющие, операции имплантации, хирургические методы лечения ткани парадонта, минирование подвижных зубов. Стаж работы по специальности. Пример. 10 лет. Описание выполняемой работы в соответствии с трудовой функцией. Вам нужно открыть профстандарт по вашей специальности и скопировать трудовые функции оттуда. Пример. Проведение обследования пациента с целью установления диагноза. Назначение и контроль эффективности, а также безопасности немедикаментозного и медикаментозного лечения. Разработка, реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ. Проведение и контроль эффективности санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья населения. Введение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни. Организационно-управленческая деятельность. Опыт работы, включая анализ профессиональной деятельности за отчетный период. Сведения для этого пункта можно взять в отделе кадров или у врача статистика. В любой клинике, где есть медицинская информационная система или подключена единая государственная система, выгрузку оттуда можно сделать в несколько кликов. Если точной статистики нет, можно обойтись примерными сведениями. Сколько длится смена, сколько пациентов принимаете в день и в процентном соотношении самые распространенные проблемы и диагнозы, заполняемые документацией. Пример. Основными моими задачами являются лечение и профилактика стоматологических заболеваний среди взрослого населения. Оказание помощи осуществляю в системе обязательного медицинского страхования ОМС. Рабочая смена длится 6 часов 36 минут. По выходным оказываю неотложную стоматологическую помощь населению в дежурном кабинете поликлиники. Учет работы и составление медицинской документации провожу на основании утвержденных форм. Медицинская карта стоматологического больного. Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога. Сводная ведомость учета работы врача-стоматолога. Далее указывается количество пациентов за отчетный период. При работе с пациентом основной формой моей санитарно-просветительской работы является беседа о здоровом питании. Как правильно чистить зубы, так же подбираю подходящие зубные пасты и ополаскиватели. Как правильно выбрать зубную щетку. Регулярное посещение врача-стоматолога не менее двух раз в год. В медицинском учреждении выполняю все требования по профилактике таких опасных вирусных заболеваний, как ВИЧ, гепатит и COVID-19. Повышение уровня знаний, умений, профессиональных навыков за отчетный период. Пример. Стоматология общей практики. 144 часа, 2021 год. Выполнение функции наставника. Пример. Отсутствует. Квалификационная категория. Ученая степень. При наличии. Пример. Вторая квалификационная категория. Предложение по совершенствованию своей профессиональной деятельности. Тут вы можете предложить какие-то изменения в рамках своей деятельности, в работе своего структурного подразделения, клиники или общей системы здравоохранения. Пример. Внедрение косметического отбеливания в перечень услуг, оказываемых населению. Эндодонтическое лечение под микроскопом. Введение электронного администрирования в поликлиники. Если у вас есть вопрос, вы можете оставить его в комментариях к видео или связаться с нами через сайт medstandardprof.ru. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео по работе с порталом ННО. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok